Необходимость в создании Олимпийского департамента назрела сразу после победы Сочи в Олимпийской гонке. Департамент по реализации полномочий при подготовке к зимним играм 2014 все это время выполнял совместно с организаторами и партнерами 330 обязательств, координировал работу всех городских управлений. Мы для достижения каждой конкретной цели подготовили план реализации этого мероприятия с контрольными точками, вообще их количество было 1754. На сегодняшний момент все обязательства и все контрольные точки, оставшиеся на 2014 год, предложены к снятию и будут сняты и считаться выполненными по окончанию паралимпийских игр. Ключевым моментом при подготовке Сочи к Олимпиаде и Паралимпиаде было строительство, отмечает директор департамента. Программа развития Сочи как горно-климатического курорта выполнена на 100%. Немаловажным было и организовать комфортное пребывание гостей в нашем городе. Учитывая то, что на курорт прибыло большое количество иностранцев, здесь была внедрена система навигации из 2700 указателей на двух языках, которая позволяет гостям ориентироваться по городу. Разработана в Олимпийской столице и программа лингвистического обеспечения. В городе создан колд-центр, который работает на восьми языках. Туда уже обратилось более 100 тысяч человек. Большое внимание уделялось работе предприятий потребительской сферы. Готовили не только персонал, но сами объекты приводили к требованиям доступности. Огромная работа, проделанная в гостиничной сфере. Сегодня классификация санаторно-курортных объектов в Сочи стала обязательной. Отдельная тема, сложная и важная – безбарьерная среда, с которой также город справился на отлично. Организована работа волонтеров, создан географический справочник. Банкоматов на курорте стало в два раза больше. Концептуальные изменения коснулось и структуры автобусного парка. За все эти изменения в городе отвечал Олимпийский департамент. На мой взгляд, приведение города к единому архитектурному облику – это был один из самых трудных проектов. Потому что это очень длительно, это требует инвестиций и усилий каждого собственника. Не только капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в которых было отремонтировано более 700, но и усилия каждого собственника. В итоге 12 тысяч объектов, и город выглядит совершенно по-другому, благодаря в том числе и благоустройству, которое было осуществлено, благоустройству прилегающих территорий. Олимпийский департамент за время работы координировал 1700 мелких и крупных проектов. И все они с успехом реализованы. После проведения пара Олимпиады департамент будет реструктуризирован. Сейчас задача специалистов – делиться опытом с коллегами из других стран. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.